Андрей и Павел едва стоят на ногах. Им от роду не больше двух недель, и они все еще не оправились от потери матери. Лосиху загрызли хищники. Малышей, которые остались без присмотра, нашли и передали в реабилитационный центр сотрудники комитета по охране и использованию объектов животного мира Ленинградской области. Те самые Павел и Андрей, в честь которых назвали лосят. На улицу детеныши пока не выходят и большую часть времени проводят у батареи. А проблему с разъезжающимися ногами волонтеры решили творчески. Здесь просто все сделано из плитки, и копыта очень сильно скользят. И чтобы не было скоржения, мы постелили на трассе. А этого маленького сердцееда нашли на обочине дороги. Любимое блюдо безымянного лисенка – куриные сердечки. Но сам он узнал об этом совсем недавно. Весь на днях малыш начал есть самостоятельно. До этого его состояние вызывало самое серьезное опасение у ветеринаров. В отличие от деликатного хищника, крошечный кабанчик-молекула не стесняется громко заявлять о своих пищевых предпочтениях. Требует геркулесовой каши. Она была совсем маленькая, кило 200. Сейчас уже 2,400. Растет. Молекула отбилась от стада, вероятно, в тот момент, когда пересекала ручей. По крайней мере, в воде ее и нашли. Свинка отличается сообразительностью и живым характером. Огромный соблазн для сотрудников и других питомцев центра подружиться с ней, но нельзя. Всех детенышей Велеса готовят к выпуску на волю. Поэтому Андрею с Павлом не разрешают общаться со взрослой лосихой Люмой, которая может и дурному научить, например, доверять людям. А этот зверь, когда поступал на лечение, был с молекулу, но с тех пор увеличился в размерах примерно в 100 раз. И теперь стремительно дичает. Кабан Василий в ближайшее время, вероятно, тоже уйдет в лес. Ну а в целом реабилитационный центр работает в штатном режиме. Странно лишь одно. И этому сотрудники пока не находят никакого объяснения. Впервые за прошедшую зиму в Велес не подкинули ни одного медведя. Юлия Васильева, Евгений Раков и Сергей Ларичев. Вести Петербург. Из Ленинградской области.